Что сдерживает реализацию инвестиционных проектов и каким образом власти Чувашии должны поддерживать благоприятный инвестиционный климат? Об этом говорили сегодня на заседании экономического совета при главе Чувашской республики. Сдерживающий фактор в общем-то один – административные барьеры. А вот они могут быть разными, преимущественно при получении разрешения на строительство и при вводе объектов в эксплуатацию. Сделали проект, подали в управление архитектурой градостроительства. Там есть свой срок рассмотрения. Рассмотрели и говорят, ребята, прежде чем нужно дать вам разрешение или согласовать этот проект, вы должны в администрации получить разрешение на то, что здесь вообще можно строить. Несмотря на действующие регламенты и другие акты и документы, земельный вопрос самый сложный, говорят потенциальные застройщики. Здесь множество подводных, точнее подземных камней. Сталкиваться со сложностями приходится часто. Сигналы поступали и неоднократно подтверждает премьер-министр к правительству Чувашии. Меры приняты. Была разработана подпрограмма отдельно именно в области строительства на 2011-2015 год по снятию административных барьеров. И в составе республиканской программы по снятию барьеров она сегодня действует. Мы эту работу начали в 2011 году. На уровне Российской Федерации тоже уделялось большое внимание данному вопросу. И вы знаете, что в конце июля, 29 числа, была принята дорожная карта. Это вот в рамках развития инвестиционной деятельности, за строительщиками здесь выступает ОСИ, была принята дорожная карта совершенствования, правового регулирования, градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства. Дорожная карта устанавливает более короткие сроки прохождения согласительных процедур – до 56 дней. Кроме того, применение этой схемы позволит снизить стоимость будущего жилья на 20%. Что же касается обеспечения благоприятного инвестиционного климата, то задачи чиновников в этом процессе прописаны в стандарте деятельности органов исполнительной власти, разработанном агентством стратегических инициатив совместно с Деловой Россией. По мнению последней, положительную роль в этом процессе призваны сыграть и уполномоченные по делам предпринимательства. Чуваши, напомним, этот пост уже введен официально. Глава Республики призвал коллег и остальных участников процесса не ограничиваться декларациями и все прописанные меры применить на практике. Тогда можно будет анализировать результаты и вносить коррективы. Елена Гальперина, Оксана Александрова, Евгений Анисимов. Республика.